итак мы внутри нашего эгоизма как мы говорим мы еще вы не видим пока он еще хорош с нами фараон хороший и египет тоже в общем-то неплохая страна цветущая цветущая страна все про и летает построили мы там всякие города прекрасно мы и так развиваемся в течение нескольких тысяч лет и надеемся что наш эгоизм в этом развитии до прогрессом прогрессом все хорошо вот мы приходим сейчас точки переворота потихонечку проблема как мы его пройдем сейчас момент сегодняшний мы видим как в европе везде люди упираются и не понимают что надо менять свою вообще парадигму всего существования нашего там вообще интересная история если мы перескакиваем на наш египет конечно так и говорится вот это постепенное изменение сознания человека отношения его к миру это то что происходит в египте когда он находится в своем эгоизме и живет им и все что получает наслаждайся и делай все и вдруг начинает обнаруживать что внутри него внутри этого эгоизма образуется просто голодное пространство пустое пространство и это пустое пространство теперь должно вынудить человека поменять отношение к своему эгоизму начать воспринимать его как самую главную помеху настолько чтобы от него избавиться перестать им пользоваться это значит выйти из египта ну и что сейчас европа если мы возьмем сравнение объединенной европы вот они должны сейчас осознать что этот фараон их эгоистическое вот это вот это эгоистическое объединение да что это все практически последние последние такие потуги человека воспользоваться своим эгоизмом для того чтобы себя наполнить на самом деле мы уже давно находимся в огромном в огромном большом кризисе и во всех областях нашей эгоистической жизни и деятельности и это все для того чтобы убедить нас в том что надо от этого эгоизма подниматься уходить по-другому начинать относиться к жизни то есть по-другому строить все свои социальные общественные экономические отношения а что это за уход для европы что это уход взяли не духовный принцип принцип объединения но использовали его для того чтобы эгоистически самонасладиться и подняться над остальными вот здесь была самая главная ошибка нет это не ошибка это естественное течение практически отношение человека к миру и к себе то есть использовать то что у него есть с максимальной выгодой а сейчас надо изменить понимание что такое максимальная выгода что максимальная выгода не в том чтобы себя вот так вот просто эгоистически наполнить это уже возможность заканчивается по неволе фараон себя истощает египет себя истощает ты должен взять его все инструменты и начать с ними работать по-другому то есть он хороший этот эгоизм пока он развивался в тебе а сейчас он доходит до кризиса для того чтобы ты начал им пользоваться по-иному не эгоистически ради себя а для того чтобы связаться в равной степени со всеми в справедливом всеобщем равным таком взаимоотношении